Закончил свою работу ежегодный молодежно-образовательный форум «Синергия Севера», который проходил в Хангаласском Улусе на протяжении пяти дней. Около 400 участников представили 77 проектов, 19 из которых поддержат грантами. Продолжит моя коллега Лиза Прокопьева. Завершился молодежно-образовательный форум «Синергия Севера-2017». Памятным моментом для участников форума стала встреча с главой республики Саха-Якутия. Она прошла в форуме беседы, были подняты вопросы касаемо строительства IT-парка, развития туризма, социально-экономического развития Якутии и многое другое. Егор Борисов выразил свою поддержку инициативной молодежи. Ну а последний день форума был посвящен защите проектов на грант по всем семи направлениям. Илмара Игнатьева из направления «Я инженер» всегда заботила пожарной безопасности зданий, так как он сам долгое время работал пожарным. После тщательного изучения и наблюдения он подготовил проект, который, по его словам, поможет решить вопрос пожарной безопасности. «Мой проект направлен на то, чтобы здание не разбирать, не возводить противопожарную стену с применением железобетона и шлакоблока. Мое решение очень просто. Есть комбинация материалов, таких как пароизоляционный материал, альминемая мембрана, минплита и гипсокартонные листы огнестойкие. С помощью них мы просто на деревянную конструкцию, на несущие стены устанавливаем данный материал. Соответственно, он приобретает такие же характеристики, как противопожарная стена». Можно выделить еще один интересный проект по направлению экологии Арктики. Иван Алферов и Иннокензий Григорьев разработали добавку корма для оленей, которая поможет бороться с гельминтами. «Делается это достаточно просто. За день можно на тысячу линей это уже приготовить. Отдается примерно в течение недели, три раза. И уже результаты должны быть в течение месяца». На закрытии были озвучены 14 победителей второго тура конкурса «Я инженер» на призы Вячеслава Анатольевича Штурова. Кроме того, стали известны имена пятерых участников форума, которые поедут на всероссийский конкурс «Ты предприниматель». Затем один за другим на сцену стали выходить победители грантов по семи направлениям. В общей сложности из 85 было отобрано 25 проектов, которым и была оказана финансовая поддержка для их реализации или улучшения. «Я очень счастлива, что с Вила приехала. Столько много знакомств, знаний. И мой проект главный, мой грант, это очень замечательно. Я теперь буду реализовать свой проект во благо республики». «Волнуюсь сильно и думаю, что реализую свой проект на 100% и к третьему этапу буду готов, уже с реализованным проектом приведу, что уже как бы внедрил в производство. Ну, постараюсь, по крайней мере». Лиза Прокопьева, Евгений Рязанский, МВК Саха, Конголасский УЛУС.